Куба! Привет, с вами доктор Влад. Давайте посмотрим новости. Что-то их много скопилось. Я уже вторую папку завёл даже. Вот тут мне прислали с Украины. Интересную вещь, но она уже не поместится. Спецкор Медузы Иван Голунов подал в ФСБ заявление об избиении сотрудниками полиции при его задержании. Что интересно, это известно давным-давно, но уже полгода прошло с момента задержания Голунова. До сих пор неизвестны результаты проверки полицейских, покинувших журналисту наркотики. В отношении их, или них, да, так и не возбудили уголовного дела. Ну, короче, покрывают своих. Вот ещё и сбили тоже. Ну, не знаю, добьётся он, правда ли, нет. Трагическая судьба героев России. Это Алексей Мельников, интересный парень. Он хоть из яблока, но всё-таки интересный публицист. И вот он пишет насчёт героев России. Да, помните, он рассказывал, что герои России и те, которые воевали со стороны Чечни, и те, которые со стороны России во время Чеченской войны. Вот. Ну и вот он, интересное рассуждение. Послушайте, смотрите. В 2004 году был убит Ахмад Кадыров. По смерти ему было присвоено звание Героя России. В том же году Рамзан Кадыров получил почётное звание Героя России. Спустя пять лет, в 2009 году, Герой России Рамзан Кадыров обвинил в причастности к убийству Герой России Ахмата Кадырова, Герой России Сулейма Ямадаева, который получил это звание в 2005 году. Что-то не так с нашим высоким званием Героя России. Часть наших Героев России погибает странными смертями, и заказчики не найдены. И вот он приводит пример. Вот, например, Александр Сокуров, кавалер Ордена Восходящего Солнца, японский орден такой, и также награждён французским офицером, офицерским крестом Ордена Искусства Литературы. Вы когда-нибудь слышали, чтобы кавалер Ордена Восходящего Солнца обвинял другого кавалера Ордена Восходящего Солнца в убийстве третьего кавалера Ордена Восходящего Солнца? Наверное, нет, и, полагаю, не услышите. А вот с Героем России такое бывает. Ну, в общем, да, интересно. Подобрал. Так, Госдума сегодня в окончательном чтении рассмотрит законопроект, возвращающий курилки в аэропорты. Да, ну, это, знаете, как это в Саратове. Сделали платный туалет на железнодорожном вокзале. И в ту же ночь весь вокзал был вокруг жёлтый, потому что никто не ходил в туалет платный. Вот, и, значит, весь вокзал... Ну, так как раз зимой было снег, и снег стал жёлтым. Ну, сразу сделали опять бесплатный. Так, саратовцы проголосовали, говорят, ногами, а тут они другим местом проголосовали. Так, что ещё? На внесущем крейсере адмирал Кузнецов произошёл пожар. Пожарчик, пожарчик. Пострадавший есть. Подивших нет, слава тебе Господи. Один даже черепно-мозговая. Ух ты! Остальные отравились продуктами горения. Трое пропали без вести. Как же они пропали? Да, там... Причём, знаете что, этот... 600 квадратных метров площадь пожара. Ну, это... Это много. Не... Как-то не везёт ему вот этому адмиралу Кузнецову. Да. Тупонос, то золотуха. То дым идёт из трубы. Да, вот ещё источник. Адмирал Кузнецов тушит восемь пожарных машин. Надо же. Ух. Загорелся. Газета Ру опять не открылась. Но я помню, что там было. Там, знаете, что было? Учёные предупредили об опасности дневного сна. Ребят, там говорится о том, что у тех, кто спит днём, чаще бывают инфаркты и инсульты. По-моему, это полная чушь. Я вам объясню, почему. Скорее всего, изначально те, у кого сердечко слабое, не выдерживают и днём засыпают. Вот поэтому у них бывают не от дневного сна, а от того, что изначально они уже были с какими-то проблемами сердечными. Вот так. Тут перепутано. Это, знаете, это можно сказать так, что все больные раком когда-либо ели солёные огурцы, да? Так оно? Так. Скорее всего, так. Вот. Но одно к другому не ведёт, понимаете? Ладно, едем дальше. Газета Ру так и не открылась. Квентин Тарантино может снять «Убить Билла-3». Интересно, «Убить Билла-3». А у него про Путина нет сценариев никаких? Двое было бы, а? Сюжетик, а? Вообще бы народ бы давился. Так. МИД ФРГ считает высылку своих дипломатов из Российской Федерации безосновательной. Ну, понятно всё. Сначала по ошибке выслали болгар, теперь заодно и ФРГ. Завтра каких-нибудь чилистик тоже вышлет. Но ведь они обижаются, они обидчивы. Знаете, когда вот Кокса долго нет, человек становится обидчивым, обидчивым. И всех высылает, высылает. Так. Слова Путина об убийстве в Берлине ужаснули Бундестаг, депутата Бундестага. Ребят, вот ни одного меня, да. То, что он, помните, говорил он грузин, это как это, Ильцев и Карченко. А грузин не знал, что он грузин. Грузин знал, но сомневался. И вот здесь то же самое. Шмидт заявил, что его ужасает выбор слов, которыми глава РФ прокомментировал смерть Хангашвили. Политик подчеркнул, что даже если убийца был террористом, недопустимо, чтобы иностранные спецслужбы совершали убийство ФРГ. Ну, что он говорил? Так оно и есть. Вот адекватные люди реагируют одинаково. Как у меня на канале, очень многие тоже со мной согласны, солидарны. Так, упс. Трамп заявил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией. Во сколько? В миллиард раз. В миллиард раз увеличить товарооборот. Ох, ох, несмотря на санкции, да. Какое-то он это, уже всё, да. Бывает крыша в пути, а тут уже все ушли. Так, в Бундестаде заявили о капитуляции перед США и за Nord Stream 2. Ну, и правильно. Ну, конечно, капитуляции. Ну, попробуйте, давайте. Сражайтесь. Вы знаете, что США наложило санкции полной штаны тем, которые тут вот северный поток, северный поток. А вот, шиш вам, не северный поток. Названы пять мощнейших флотов мира. На первом месте, конечно, США. На втором месте кто-кто-кто-кто-кто? Китай. Ох, на третьем расисте ВМФ. Ну, наверное, они посчитали все байдарки, все шлюпки вот эти прогулочные. Да, но если всё вместе по количеству. Да, я согласен, я согласен. Так, более 700 врачей устроились в поликлинике Подмосковья с начала года. А где ж они их взяли-то, интересно, а? Ну, фотографии здесь ни о чём не говорит. Ну, где-то набрали с Южных Республик, наверное. Где их взять, столько врачей-то? Не знаю, не знаю. Ну, вот, более 700. Так, мир должен видеть моего 23-сантиметрового красавчика. Какая-то дурная статья на лента.ру про то, как люди друг другу посылают интимные фотографии. Не знаю, вот тут говорят, что почти вторая женщина от 18 до 36 лет получала в личной переписке вот такие вот дикпики их называют, да? И у мужчин там тоже что-то 40 или 50 процентов. Ребят, я вот с этим никогда не сталкивался, честно. Во-первых, ну, я сам никому никогда не посылал. Зачем? Зачем? Это дурное то. И, конечно, никогда не просил. Мало того, вот одно время, вы знаете, я тут занимался немножко брачными делами, да? Никогда. Даже намёка не было, чтобы что-то такое прислать интимное. По-моему, они какие-то чокнутые все. Правильно я говорю? В Бурятии... Ой, блин. Двухлетнего ребёнка насмерть продавила телевизор. Мама с ним танцевала. Задели этот самый тяжёлый кинескопный телевизор. Последний упал на голову мальчик. Ну, вот где у мамы была голова, а где у папы, который... Фуф. Да, Россия вот первенство берёт, вот что люди в России умирают как угодно. Вот как угодно. Тогда я ему говорил, пацан выполз на мороз, тут телевизором, да? Блин. Всё. В храме Христа Спасителя похоронили Юлия Лужкова. Ну, то есть была эта траурная церемония. Интересно, территория вокруг храма оцеплена. Ух ты, в ближайших магазинах не продаются помидоры и тухлые яйца. Ну, и так далее. Это я уже от себя, ребят. Ну, мне так кажется. Оцепили всё. Соколов захотел выплатить компенсацию семье убитой им аспиранте. А знаете, каким образом? По его словам, это будут деньги с продажи книги. Это чтобы его книгу покупали. А он её ещё не написал. Сейчас надо страниц. Вообще какая-то чушь. Чушь. В Совфеде поддержали призыв главы ОМВ ответить на санкции США. Кто такое ОМВ-то? Хэ. А, австрийский нефтегазовый концерт. С которым Путин танцевал, что ли? Принять меры в ответ на санкции США против газопровода. Ну, всё, Обаме нужно запретить ездить в Подмосковье, собирать грибы. Всё, больше они ничего не могут. Письков заявил, что запреты шутить про Путина на телевидении нет. Ха-ха-ха. Кто бы попробовал, да? Ой-ой-ой, не могу. Ой, рассмешил Письков. Вот его надо в президент. Он такой смешной. Названные предпочтения россиян в порно в 2019 году. Зачем вот эти? Причём московский комсомолец пишет. Московский комсомолец. Какие предпочтения? Путина посмотреть. Что ещё-то? Слухи о свадьбе. Ну, как раз вот насчёт порно. Слухи о свадьбе прокомментировала возлюбленная Петросяна. Слушайте, она это. Она хамка. За минувшие трое суток вы все проявили себя, как грязные стервятники. Ну и... Ёжкинцы видят. И зачем она? Бруханова какая-то. Ой, она противная. У меня одна была. Вторая или третья тоже такая. В Кремле прокомментировали прекращение показа сериала «Слуга народа». Ой-ё. А он что сказал? Опять Песков, да? Ну, он во все дырки затычка. Заявил, что администрация президента не имеет отношения к решению телеканала ТНТ прекратить показ сериала. Они не имеют права вмешиваться в их редакционную политику. А почему всё время вмешиваются тогда, если не имеют права? Странно, да? Убрали, убрали. Тут у меня дальше объяснение будет, кстати. Нормальное объяснение. Спасённый Магнитогорский малыш проходит четвёртый курс реабилитации. Помните, пацанчика назвали? Ну, в Магнитогорске, когда дом-то там разрушился весь из-за взрыва. Да, его нашли. Обмороженного, обожжённого под 20-тонной какой-то бетонной плитой. И он уже не тём. Он уже сделал первые шаги. И, в общем, там всё-всё-всё. Но одного-то можно вылечить. А все остальные 39 погибших, ёлы-пала. Минсельхоз США повысил прогноз сбора пшеницы в России в этом году. О-о-о. Зря это они повышают прогноз. Я помню, в Саратове, в каком же это году было? Я в институте учился. Ну, приблизительно 77-й такой. Вот. Приезжал Брежнев в Саратов. И ему тогда был, значит, местный царь. Пообещал, что мы всё, мы пшеницы сдадим в этом году. Там в два раза больше. Ну, и что из этого получилось? Да, собрали всё до последнего колоска. Хранить-то негде. И всё это зерно хранилось в таких условиях, что загоралось. Ну, знаете, зерно загорается, когда неправильно хранится. Влага попала там и так далее. И, в общем, там был кошмар. Собрали-то больше. Да, действительно, больше собрали. А сдали потом. Нечего говорить. Там элеваторы все испортились. Да. Лучше не надо много. Так, страна, отравленная трубой. Дмитрий Гудков опять пишет. Ну, вот опять насчёт мусора. Да, законопроект одобрен, что сжигание мусора считать его переработкой. И вот смотрите, дальше он. Документ фактически отменяет любую другую форму обращения с мусором, кроме сжигания. Потому что зачем ещё что-то, если можно сжечь? Возиться с переработкой дорого и трудно. Искать современные технологии – это делиться прибылью с другими людьми. А тут все свои. Свои – это компания RT Invest Шипелова, которая уже давно заявила о намерении построить в каждом крупном городе по мусоросжигательному заводу. Учёные, которые видели проектную документацию, бьют тревогу. Каждый такой завод будет вырабатывать диоксинов и других вредных веществ в несколько десятков раз больше, чем немецкие и американцы. Вот такие дела. Опомнились. Канал ТНТ. То, что я вам обещал. Канал ТНТ снял с показа сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским. Это серпом по телеграм-канал. Удивительно, что этот сериал вообще пустили в эфир, прокрутив три серии. Пропаганда образа простого человека, который вдруг может стать главой государства, сменив, не сменяя его, не сменяя его, могу, опасной политической идеей, взрывоопасной России. Ну, правильно, конечно. Слуги народа в российской власти не нужны. В России народ существует для власти, а не власть для народа. Здесь нужен сериал «Слуга власти». Правильно, совершенно верно. И последнее. Более 95% россиян заявляют об отсутствии проблем с ежедневным питанием. Вот так вот, ребята. Вот так вот. Более половины жителей страны, 51%, могут позволить себе питаться именно той едой, которую они хотят есть. Для еще 43,7 еды достаточно каждый день. Но не всегда это те продукты, которые бы хотелось иметь. С недостатком еды иногда или часто сталкиваются только 4,6%. А в 2013-м было 5,8%. Как отмечают в Росстат... А, это Росстат! А что я тогда читаю? Заметно улучшилась ситуация с питанием. Тьфу на них. Тьфу на них еще раз. И я заканчиваю на этот час. И ждите меня в обед. Пока-пока. С вами доктор Влад. С вами был Игорь Негода.